Вся история России сделана казаками. Лев Николаевич Толстой. Лошади шли, глубоко проваливаясь в снегу. Балка, по которой шли во вход, была засыпана снегом. Местами он доходил лошадям до брюха. Михаил Шелков, Тихий Дон. Вплоть до середины 20 века казаки на лошадях преодолевали огромные расстояния, невзирая на время года, погоду и толщину снежного покрова. В веке 21-м сводный отряд из казаков команды «Навигатор-63» и станицы Борская при поддержке Волжского войскового казачьего общества решили совершить первый в истории России зимний конный казачий поход. 21 февраля мы стартуем из села Борского. В этот же день, 21-го, мы финишируем и закрываем день в селе Утёвка. 23 февраля в 12.30 по плану мы финишируем на нашей рабочей площадке 4-я часть набережной у Ладии. 24 февраля в 12.30 по плану мы финишируем и закрываем день в селе Утёвка. Мы исходим из того, что молодежь должна знать свои исторические корни, откуда они взялись, что было до них, историю своего края, государства, вооруженных сил и казачества. Борское – село на юго-востоке Самарской области. Население около 9 тысяч человек. Рядом селом находится известный на всю Россию Бузулукский бор. В 1736 году по указу императрицы Анны Иоанновны началось строительство крепости, которая должна была защитить империю от кочующих племен. Было выбрано именно это место. Муж с одной стороны ее защищал высокий обрыв к реке Самаре, а с другой был большой песчаный овраг, образующий мыс. Крепость была обнесена большим деревянным забором правильной четырехугольной формы. По углам и между ними находились башни с пушками, стреляющие чугунными ядрами. По воскресным дням и праздникам проходили здесь ярмарки. Торговали с обозов и пребывали на больших торговых судах. Крепость строили яицкие казаки, которых называли малолетками, так как они служили 25 лет. Основной состав команды это 10 казаков. Мы не можем обойтись без современной техники, будут пилоты на снегоходах, ну и естественно наши дорожники. У нас команда уже давно, и мы все друг друга знаем, поэтому для нас это ничего сложного не составило. Такие походы однозначно нужны, чтобы наша молодежь не в тепличных условиях росла, а понимала, что есть реальные сложности, которые можно преодолеть. Команда «Навигатор-63» не полагается только на удачу. К конному походу предшествовали два месяца тренировок. А для того, чтобы проверить оборудование, собрали казачий смотр. Это очень хороший вольтрап, это последние разработки на основе силикона, дышащие. Поэтому лошадь к коню, в движении, в походе, ему очень удобно. Коней мы не пуем, у нас вот такие ботинки специально для коней. Конь себя чувствует очень удобно, значит меняются шипы. Строевой смотр, который сегодня провели, показал, что группа казаков для проведения конного казачьего похода полностью готова. И надеемся, что она выполнит свою задачу, которая возложена именно на нее. За два месяца сделали практически невозможное. То есть ни я, ни комиссия со штаба войска не ожидали все это здесь увидеть, продемонстрированное сегодня. Оценка исключительно положительная, твердая пятерка. В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин начинает работу над историческим произведением истории Пугачева. Работы в архивах ему недостаточно, и он отправляется в Оренбург. На каждой станции Пушкин интересуется у местных жителей о событиях того времени. Заезжал он и в Борское. Борщане уверены, что история услышана им именно здесь и легла в основу капитанской дочки. Одно из самых интересных событий нашего края – отряд Пугачевства захватил Борскую крепость, взяв у нас провизии и вооружение. В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин заинтересовался этими событиями. Когда он приехал в наш край, он там был 3-4 часа, и он сразу принялся за поиски. Ему встретилась бабушка, которая рассказала о всех событиях нашего края, о смерти коменданта и о других очень важных для нас событиях. За великолепную беседу Александр Сергеевич Пушкин снял в шее платок черный и подарил ей, когда Александр Сергеевич Пушкин набрал информацию, он написал книгу «Историю Пугачева», где упоминается о нашей Борской крепости. Что интересно, село Борское, а железнодорожная станция Неприко. Говорят, что по проекту дорога должна была проходить в 15 километрах от этой точки. Но Борские купцы дали взятку строителям. А чтобы обман не открылся, названия менять не стали. Участок, который шел от станции Заливная до Борского, непригоден был для строительства железной дороги, поскольку там топли болот. Скорее всего, учитывая, что село быстро росло в конце 19 века, появились богатые люди из крестьян, которые занимались хлеботорговлей и гужевым транспортом отправляли в Самару хлеб. Ну, мы тогда сделали вывод, пользуясь записями «Сторожи», что все-таки купцы посодействовали. И прошла железная дорога в версте от Борского весной 1878 года. Уже началось строительство амбаров, а к осени уже купцы отгрузили в Самару не гужевым, а по железной дороге 596 пудов хлеба. Вот так быстро стало развиваться наше село. В прошлом году село Борское, станица Борское отметила большой юбилей, 280 лет с момента основания крепости Борское. И основателем, конечно, были казаки, которые переселились сюда для того, чтобы охранять границы тогда Российской империи. Время шло, менялось, какие-то вещи были потеряны, к сожалению, но не безвозвратно. И вот последние годы мы видим, как сегодня развивается казачество на территории Борского района, села Борского. Восвещается героем покорения Сибири, атаману Матвею Мечеху, посреди вермака возглавившего, а последствия вернувшего славную казачью дружину на Самарскую землю. ПЕСНЯ Могу сказать, и с Борским районом, и с Самарской губернией, и со всей России, конечно, казачество неразрывно связано. И культура нашего района также неразрывно связана с историей казачества Волжского, в том числе. И сохраняется, и приумножается это и в песенном творчестве, и в поэзии наших местных авторов. Могу привести слова нашего дорогого земляка Евгения Кабаева. По пути от Волги до Урала, где казачья войница была, раньше крепость Борская стояла, а теперь здесь улицы села. ПЕСНЯ 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 На вере, на традициях и на добрых делах. Сегодня одно из этих добрых дел расстоит сделать вам, совершить конный поход в Самару, поход многодневный, поход зимний. Я, как атаман, ставлю задачу походному атаману и Саулу-Девизиану Константину Александровичу во время движения соблюдать все требования безопасности, чтобы все вернулись живыми, здоровыми. Добрый путь с Богом. За талой земли лежать, полным ребятушки горе горевать. Оставим тоску, печаль по темному по лесам. Станем привыкать мы к чужой дальним сторонам. Проверка своих сил, проверка способностей коней наших. Только во время похода я понял, ну и все, естественно, поняли, что это живые организмы и что это накладывает такой серьезный отпечаток. То есть во время похода уже приходилось корректировать маршрут, потому что нужно было уже ногами промерять, ногами, руками промерять снег, потому что, ну, лесные участки, где побольше снегу намело, там, конечно, очень тяжело было. Первая остановка команды конного маршрута – села Утевка Самарской области. Интересная история возникновения и села, и его название. Утевка образовалась где-то в 1742 году. И по легенде казак Селезнев видел, что замечательно растут леса, луга, очень много рек, озер. И ему захотелось разведать эту территорию. И вот встает такой казачий курей. И вот первый населенный пункт – Селезни. Селезни. А те, кто селились вокруг него, их назвали утятами. Вот с этого казака Селезнева все как бы здесь и пошло. Поездка на конях – это удовольствие. Но, конечно, в такую пору зимнюю тяжеловато. Мы готовились к этому пробегу. Были такие трудные моменты. Ну, в среднем пробег прошел хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коней расседлуем, все дозвоносим туда. Это все за конь такое, а? Что за такое? Что такое неслушное? Сегодня вы все видели. Сегодня все видели. Что у нас происходило? Видели все. И вот честно хочу сказать, что мы должны друг за другом всегда смотреть. Не должны мы только одни, я и Николаевич, возвращаться, сломя голову людей, там кого-то, так сказать, каждый должен контролировать партнера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примите хлеб, выращенный на гостеприимной Утевской земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже не первый поход, который совершают через территорию муниципального района Нефтекорский, и это имеет большую важность для нашего населения, для нашей молодежи, тоже это воспитание, патриотическое воспитание, которого на сегодняшний день, наверное, нам не в полной мере хватает для нашей молодежи. И мы стараемся делать все необходимое, чтобы привлекать вот подобными мероприятиями для воспитания нашего поколения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не то, что пропаганда, это жизнь, жизнь казаков, да? Они должны ходить в поход, тренироваться, дети должны видеть все это, да? И для того, чтобы расти в перспективе защитниками нашего российского государства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как у нас говорят казаков, казаки везде манипуляют, или хату спали, или как морду набьют. Ну, морду не набили, и хату не спали, слава богу, все переживали. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хочу, хочу спасибо огромное сказать. И вам все огромное, что создал такой микс. Здесь и музыка, и боевое искусство, и все, знаете, так что интересно. Я думаю, вам всем это понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ В 1858 году в Утёвке родился русский известный художник Григорий Журавлёв. Не имея от рождения рук и ног, он писал иконы, зажавки с зубами. Во время строительства храма Святой Троицы он лично расписал свод. И потом, потом, когда уже будет построен храм Святой Троицы, когда все порадуются этой невероятной победе, что вот в Утёвке теперь стараниями Григория Журавлёва появился такой невероятный храм. А Григорий, Григорий очень был плохо после этого. Он болел, он так потратился. То есть у него зубы практически стёрты были, глаза слезились, такие язвы были на теле. То есть он болел, он болел, потому что поработал. Вот, был доволен, но очень это большим, большим трудом досталось. Казачество было всегда православным воинством, и всегда было тесно связано с церковью, с православием. Потому что изначально казачьи куреня, хутора, они строились по принципу в центре храм, и вокруг храма уже площадь, и дальше стояли дома казаков. «Поло вам снежочки на талой земле лежать, и полна вам казачники горе горевать, а полна вам казачники горе горевать. Оставим о тоску печаль во тёмном во лесу, оставим о тоску печаль во тёмном во лесу. Казаки, казачники, не бойтесь ничего Казаки, казачники, не бойтесь ничего Есть у нас казачники, крупа и мука Есть у нас казачники, крупа и мука Мне все понравилось, были сложности, конечно, сугробы большие, неожиданности И всадники тоже молодцы, все удержались, все хорошо, без происшествий Ребята, которые сели в седло, они новички Меня удивило, что они шли, никто не упал И кони прыгали, скакали, в снегу застревали И все выдержали себя так, героически так, молодцы Снега большие, тонули мы, вечер сильный был, у нас, конечно, помотал нормально Понравились очень кони, которые настоящие друзья человека Которые никогда не бросят беде и всегда вытащат человека из любой трудной ситуации На самом деле конный поход и поддержка на снегоходах Сложно очень работать, погода, скажем так, не снегоходная была совершенно Снегоходы, кони, вообще впервые Лошади реагировали адекватно Единственное, сложный очень маршрут, много снега Даже технике очень тяжело, не говоря уж о лошадях В полях очень глубокий снег и наши кони буквально проваливались Сегодня произошел такой случай, что я запрыгиваю на своего коня И еще даже не успел запрыгнуть, он как рванул вперед И мы просто провалились в снег и свалились в деревья Я припугался, адреналин все-таки схватил Но все без потерь, все хорошо И самое главное, что команда четко выполняет свое предписание Четко исполняет свои обязанности И каждый знает, где его место в данной ситуации Цель возрождения казачества, патриотическое воспитание И, наверное, основное все-таки это история История памяти наших прадедов Други лавные сень и разина Шли по полке реке Нетер песню о воле мне спой На колыле сыграй Я иду в свой последний бой Воспитывать настоящие поколения На примерах наших предков Думаю, это самое правильное Тем более такая славная у нас история Этот поход, скажем так, что Это начало тех мероприятий, которые мы планируем и на лето И он нам позволил Такой коротенький у нас получился 21-23-е Но много выводов мы сделали для будущего Для подготовки будущих походов Волчий бой Волчий бой Это доля казак Отряд казаков Волско-войсково-казачьего общества Боевую задачу выполнили Казаки здоровы, кони здоровы Снаряжение в полном порядке Сброя в конской полном порядке Доложил походный атаман Поднесовол-довитья Маршрут действительно очень тяжелый Снег глубокий Снег рыхлый С учетом потепления Что касаемо самих членов команды Ну, они просто все молодцы Вся жизнь казачества строилась на служении родине И этот патриотизм воспитывался с детства Военно-патриотический центр Навигатор 63 И Волжское войсковое казачье общество Пройдя в зимних условиях На лошадях по территории шести районов Самарской области Несомненно привлекли внимание молодежи К истории своего края России и казачества Конь для нас как братья Как сестры И мы за них отвечаем Так же, как за всех своих родных и близких Полноправный участник Это даже может быть от него Больше зависело, чем от меня Потому что были ситуации, когда он действительно Выручал Конь дает таким теплом Что просто забываешь О каких-то проблемах Иногда прям переключаешься моментально И наслаждаешься Вот этим времяпровождение Там час, два часа Но прям, скажем, такая терапия Очень замечательно Редактор субтитров А.Семкин